Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. В последнее время у меня вынужден появиться завтрак. И завтрак этот чисто символический. Он в районе 100 килокалорий. Там буквально несколько грамм сыра или сливочного масла или то и другое. Но при этом этот завтрак, несмотря на весь свой символизм, очень сильно регулирует или, скажем так, мешает моему сложившемуся уже за 3 года питанию. То есть, раньше, если к 12 часам после 16, допустим, часового промежутка у меня уже складывалось такое ощущение хорошего аппетита, как минимум. Или голода уже даже несколько такого. Кето-голода, он такой лёгкий. То сейчас, если я ем этот завтрак, то к 12 часам я ещё есть не хочу. Ну, то есть, недостаточно для того, чтобы встать и пойти, и начать что-то готовить и кушать. Лень оказывается сильнее. И только тогда, когда уже приходится уже себя уже заставлять, я вот всё-таки вот уже вот эти несколько дней, как с этого завтрака, я себя заставляю идти на обед и готовить и что-то вот делать, снимать и так далее. Ну, вот, в итоге, короче, сейчас у меня уже не 12, а уже где-то час времени. И вот только сейчас я уже всё это сподобилась приготовить. Ну, а в принципе, хотя, несмотря на это, несмотря на то, вернее, что это всё очень быстро и легко делается, всё равно, как говорится, лень. Лень матушка родилась вперёд меня. Вот, а что сегодня конкретно? Сегодня капустно-дайконовский салат, зелень, пищевые дрожжи, 2 ложки здесь рыжикового масла. Почему капуста и дайкона? Потому что вчерашние обещаны, что будет теперь много дней, так называемый мною тактический салат, и не прокатило. Мне ничего не досталось. Он уже закончился ещё вчера. Ну, есть, короче, любители у нас всего этого, короче. Не помогло моё всё вот это вот. Слёзные мольбы мои, скажем так, не помогли. В общем, вот салат рассказала. Так, сегодня у меня первое блюдо. Это вот супчик такой, или, как сказать, лапша. Кето-лапша, конечно же. То есть, это свиной бульон вот от этого самого сальтисона, который был вчера приготовлен. И 150 грамм мороженого такого поструганного кабачка в виде лапшишки. Ну, полная имитация, как говорится. Немножко только зеленовато. А так вообще, в принципе, на лапшу похоже. По вкусу, кстати, тоже на лапшу похоже. Вот. Самое простое, наверное, блюдо из яме веду из супов. И обещанные, вернее, уже анонсированные, или уже показанные, или уже не знаю, как сказать. Короче, это сальтисон. Сальтисон такой развалился по причине того, что мясо было слишком мясистое. Слишком мало там было, ну, вот этого всего желирующего. То есть, это не совсем лыбки там уже, там, которые уже с этим желатином. Короче, слишком мясо. Там сколько не заливает, а как не прессуй, короче, он все равно вот форму не держит, как говорится. Не прессуется полностью. Ну, и догонюсь еще 25 граммами арахиса, как вы видите. Кстати, еще, конечно же, заемы это двумя таблеточками, не панангина, а калия, глютамата. Вот такой сегодня у меня получился обед. На ужин будет, скорее всего, рыбка, наверное, может быть, семга соленая или еще что-то. Это, кстати, просоленая, просоленая я точно могу сказать, уже как гипертоник с неким опытом уже более года, я точно могу сказать, что соль на ночь однозначно повышает давление. И я вчера съела небольшой-небольшой кусочек скумбрии копченой, и это сразу же утром отразилось у меня в тонометре, так сказать. Вот, поэтому, если что, если вдруг кто еще не знал, что соль действительно нельзя есть тем, у кого повышенное давление, даже не в плане того, что нельзя есть, если у вас давление, а если вы препараты от этого давления принимаете, то точно есть не рекомендуется. Потому что сразу же, сразу же, эта соль, все вот эти вот, воду, сосуды и все это, все это сразу, сразу все это не в нужную сторону регулирует. Вот такое получилось сегодня видео, всем привет, пока-пока, это рулит магией вечно, всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах. Субтитры сделал DimaTorzok